Париж Сен-Жермен Особые заявления о которых чуть позже, а начну с составов команд Итак, ходя его поле футболисты Ювентуса, вратарь первый номер Анджело Перуцци И пойдем по линиям Защитники, третий Морено Торричелли, четвертый Паоло Монтеро, второй Чиро Феррара, 22-й Джан-Лука Песотто, 7-й Анджело Диливио, 20-й Олесио Токкинарди, 21-й Зинедин Зидан 18-й Владимир Югович И два нападающих Микеле Падавана, 11-й номер И 10-й номер Алессандро Дельфьера Итак, Ювентус играет Во всяком случае, вот такая расстановка Сейчас такую мы видим перед началом матча По системе 4-4-2 Четыре защитника, четыре полузащитника И два нападающих Тренер команды Марчелло Липпи И гости, футболисты французского ПСЖ Вратарь, первый номер Бернар Лама Защитники, 17-й Джимми Алжирино 6-й Поле Гуэн 22-й Дидье Доми 2-й Даниэль Кеннеди Чуть впереди, перед защитниками Выдвинут 15-й номер Бенуа Коэ Три, так скажем, чистых полузащитника 8-й Венсан Герен 10-й Рай, капитан команды И 7-й Леонардо И два нападающих 11-й номер Патрис Локо И 9-й Гулио Сезар де Ли Вальде Вот такие составы Тренер ПСЖ, 32-летний Рикардо Гомеш Вы видите, Кеннеди защитник Левый защитник Борис Анжермен Сейчас выбросил аут И сейчас придется ему повторить Итак, на ваших экранах Марчелло Липпи 48-летний тренер Ювентуса Огромный интерес к этому матчу Я уже сказал, что 40 тысяч билетов Были распроданы Сегодня утром В 9.30 снова открылись кассы Чтобы зараспродать последние Оставшиеся в них билеты Я был свидетелями того, как Сотни, тысячи людей Бросились к окошечкам С тем, чтобы эти билеты купить Очевидно, всем не хватило Правда, я вижу, что на стадионе есть Еще какое-то количество свободных мест Может быть, еще не все болельщики подошли Хотя это вряд ли А скорее всего Действительно, некоторые билеты Умышленно не были проданы Но в целях безопасности Обеспечения безопасности С мячом итальянцы Итальянцы, они участвуют в этом матче Как победители Лиги Чемпионов Их соперник Борис Энджермен Обладатель Кубка Кубков европейских стран Ювентус в традиционной форме Черно-белые полосатые майки Ну и в традиционных своих цветах Борис Энджермен Красно-синие футболки И синие трусы И вот первый угловой Арбитр из Швейцарии Держ Мументаллер Очень хорошо нам знакомый судья Показывает на то, что Ювентус Будет подавать первый угловой В сегодняшнем матче И сделать это будет Владимир Югович Пас на Токенарде Токенарде навешивает Мяч вылетает из штрафной И вот Деливио мог нанести удар Но атака продолжается Деливио справа фланга Входит в штрафную подачу Удар Очень высоко выпрыгнул Чиро Феррара Защитник итальянцев Пришедший в штрафную площадку Пассажир На месте Бернар Лама Ну и прямо скажем Удар не очень получился Тем более Чиро Ферраро В прыжке здесь зарушал правила Лама бьет штрафной Итак, Серж Мументаллер Смотрите еще раз этот эпизод Феррара Отсталкивал Джимми Альджирино 17-го номера Французов Итак, судья Серж Мументаллер Из Швейцарии Ему помогают два других Швейцарских Арбитра Фрайбург Хаус И Фон Рок Почему же эта игра Проходит в городе Палермо На Сицилии А не в родном Для Ювентуса Турини На стадионе Дели Альпи Ну, есть несколько причин На которых я остановлюсь Чуть позднее Может быть ближе К середине матча Если у нас будет для этого Хорошая пауза А тем временем Атаку начинает Ювентус Я представил капитана Команда Борис Энджермен Бразильца Раи У Борисов Ювентуса Вывел на поле Анджело Перуси Братарь И капитан Итальянской команды Александро Дель Пьеро На ваших экранах Игрок сборной Италии Да, дорогие друзья Первый матч Закончился со счетом 6-1 В пользу итальянцев Разгромное поражение Совершенно удивительное И непредсказуемое поражение Потерпел французский клуб И в 10-м Сделали заявление И тот, и другой тренер Вот сейчас Сильный удар Поворотом Отбил Микеля Подавану Вот смотрите 30-летний нападающий Ювентуса И второй угловой На этот раз Пошел подавать Идин-эдин Дидан По-моему там Смотрим еще раз Югович технично Обыгрывает Раи И угловой удар Была подача Дидана Мяч отбит Ричелли Пас на правый фланг Здесь активный Анджело Деливио Чезаре Мальдини Новый тренер Сборной Италии Также пригласил Его в сборную страны Я говорю так же Потому что Из состава Ювентуса В национальной команде Сейчас Как бы по игроку Из каждой линии Это вратарь Анджело Феррусце Защитник Чиро Феррара Полузащитник Вот Анджело Деливио И нападающий Алессандро Дель Пьеро Все они В следующий понедельник Вылетят В составе Итальянской сборной В Англии Но Эмбли В следующую среду Будет очередной Матч Отборочной группы Второй отборочной группы Чемпионата мира Италия Англия Сражается атака Владимир Югович Нет Сейчас не точно действовал И вот уже Рай Капитан Бразилиц Рай Его соотечественник Леонардов Пропустил мяч На левый план И пас вперед В линию атаки Борис Энджермен Где у них Два чистых форварда Вот на наших ранах Анджело Феррусце Вратарь Ювентуса Два чистых форварда На острие атаки ПСЖ Это девятый Кулио Сезар Дели Вальдес Панамский Нападающий И рядом с ним Один с номером Патрис Локо Игрок сборной Франции Вот Дели Вальдес Сейчас контролирует мяч Пас на лево Венсан Герен Дальше перебоет На левый план Нет Не точный пас Сокенарди Двадцатый номер Олесио Сокенарди В составе Ювентуса Доричелли Сокенарди Вы знаете Довольно нервно Начался матч Так вот о высказываниях тренеров Рикардо Или Рикардо Гомеш Чтобы быть абсолютно точным 32-летний тренер Парис Энджермен Бразилец Сказал, что В сегодняшнем матче На карту поставлен Престиж французского футбола Вот вы видите На ваших экранах Рикардо Гомеш Был дальше Джоэль Бас Еще один из тренеров Парис Энджермен Так вот Сказал Рикардо На карту поставлена Честь и престиж Французского футбола Мы должны выиграть Мы сегодня Должны показать Нашу лучшую игру Марчелло Липпи 48-летний тренер Ювентуса На это ответил Что Ювентус Не считает Ни одну игру Для себя проходной Вышла сегодня важнейшая игра Для Ювентуса Во-первых Сказал Липпи Мы должны доказать Что мы Лучший клуб мира А вы знаете Что недавно Международная федерация Футбольной истории Статистики признала Именно Ювентус Лучшим клубом мира Вот простите Атака ПСЖ Бенуа Куэ Подача Опаснейший момент Дели Вальдес Был на ударной позиции Очень хорошую передачу Сделал ему Бенуа Куэ Вот смотрите Еще раз этот момент Куэ подает Прыгает Дели Вальдес Поймал мяч Анжело Перу С этим временем Игра уже очень быстро Переместилась К штрафной площадке ПСЖ И здесь Валили против Алисандро Дель Пьера 22-летнего Форварда Ювентуса Итак По своей коронной точке Если бы еще Немножко ближе К углу штрафной Очень опасно Рядом Зинадин Зидан Может быть Ему будет отправлен Мяч И чуть сзади Джан-Лука Песоти Защитник 25-22 номер Бьет Высшее ворота Алисандро Дель Пьера И вы знаете Просто Отметилась Задняя трибуна За воротами ПСЖ С вспышками Камер Фотокамер Огромное количество зрителей Повторяю 40 тысяч Сегодня на стадионе Ла Фаворита По всему городу Вы знаете Что Ювентус Называют Старой Сеньорой По всему городу Сицилийцы Развесили плакаты С надписью НОСТРА Сеньора Наша Сеньора Как здесь не вспомнить Знаменитую Сицилийскую Козу НОСТРУ Очень хорошая погода была На Сицилии В Палермо Сегодня весь день Около 15 градусов Тепла естественно Солнце Люди загорают На песчаном пляже Мальчишки играют в футбол Конечно еще никто Не купается Но хорошая весенняя погода Да и сейчас наверное Градусов 10 Хороший газон Может быть За исключением Вот этих пятачков Перед воротами Выдостанных Но это обычное дело В общем даже для Лучших газонов мира Скажем так Так очередную атаку Начинает Ювентус Старичелли Нет Венуак Коя Который вот очень неплохо Действует 20-ти северетний Полузащитник 15-й номер Очень неплохо действует Контролирует Игру Борис Энджермен В середине поля Пытался обыграть Защитники Микеле Падавана И против него Нарушили правила 11-й номер Микеле Падавана Получил место В основном составе В результате того Что травмирован Ален Бокшич Чиро Феррара Пытался войти в штрафную Не получилось Ошибается Не сумел обыграть Герена Дель Пьеро Герен Вы знаете Восьмой номер ПСЖ Участвовал недавно В матче сборной Европы Против сборной Африки В Лиссабоне Играл в одной команде С нашим Станиславом Черчесовым И забил мяч Единственный мяч 1-2 Европа проиграла Снова Дуэль Бенуа Куэ И Морено Торричелли Торричелли выбивает Мяч в аут Куда-то пошел Марчелло Литти Известным футболистом Был играл еще В Самбдории 70-е годы Опасный эпизод Вы смотрите Как не согласован Здесь что ли сейчас Чиро Феррара Опытнейший Чиро Ферраро И вратарь Анжело Перуцци Посмотрите еще раз Кто-то должен был Уступить Ну а вернее Серрара должен был Уступить Своему вратарю Пас команду Пауло Монтеро Четвертый номер Центральный защитник Уругвая Центральный защитник Ювентуса Тем временем Подача справа Фланга Зловой Перуцци Кулаками выбивает мяч Он Агерен Агерен отправляет Мяч назад Нет Положения вне игры Нет На этот раз Четко играет Чиро Феррара Югович И нарушение Правил Против Юговича Именно Точный удар Владимира Юговича Который Вот он 18 номер Принес Ювентусу победу В финальном матче Лиги чемпионов Против Аякса Это был Один из ударов Серии После матча В фенальти И это был Именно удар Владимира Юговича Новоактивный Бенуа Куэ Это Кеннеди Даниэль Кеннеди Пришел Из португальской Бенфики И вот сейчас Он пытается догнать Мяч Второй номер 23-летний Защитник На ваших экранах Сейчас был Борис Энженмен И с мячом Ювентус Ну вот смотрите Как борются В очередной раз Вбивают с ног Дель Пьеро Вы помните Что в матче В Париже Защитник ПСЖ Лоран Фурнье Был удален с поля И поэтому Сегодня не играет Именно за фул Против Алистандо Дель Пьеро Диливио Быстро разыграли Итальянцы Этот штрафной удар Значит Хорошо помог Своим защитникам Все тот же Дели Вальдес Девятый номер Центральный нападающий Пришел в свой штрафной Помог защитникам И видите Что идет Шестнадцатая минута Второго Повторного Финального матча За супер Кубок Европы Между Ювентусом И Пари Сен-Жермен Трансляция Из Писели На канале ОРТ И очередной Может быть Этот его маневр Может принести Неприятность Его команде Снова у мяча Ударная сила Ювентуса Зинутин Дидан Алессандро Дель Пьеро Здесь же Одинский номер Микеле Падовано Смотрите Вид из-за ворот Дель Пьеро Будет бить Или Дидан Еще сзади Югович Чуть дальше Песосу Все они могут Причать В розыгрыш Этого удара Вроде бы Будет бить Падовано Одинский номер Нет Дидан Удар На месте Бернар Лама Бернар Лама Великолепен Заменил Семь клубов Этот голкипер В том числе Лиль Мет Брест Лан И вот сейчас Играет 33-летний Бернар Лама Парис Сен-Жермен Очень хороший Вратарь Может быть Единственный недостаток Не всегда Хорошо играет На выходах Но Вот Издали Ему трудно Забить Близкого расстояния Когда ему бьют Проявляет Прекрасную реакцию Бьет Пенальти Иногда сам Два мяча Пенальти забил За свою Карьеру Высшей Лиги Французского Футбола Тем временем С левого фланга Своей защиты Все тот же Кеннеди Бьет штрафной удар Зидан наступает На мяч Герен Ошибается И Торичелли Отправляет На правый фланг Деливио Деливио Увидел Зидана Нет Отдавать Было не точно И решил Сделать передачу Сто Кенарди 20-й номер Олеся Все-таки Нарди Сейчас получит Мяч От Дельфьера Нет Но в очередной раз Болят против Дельфьера На этот раз Надолго запомнят его болельщики Московского Спартака Помните тот матч Лиги чемпионов Московского Спартака С Нантом Ответная игра Спартак был в счете И мог забить Еще один гол Кеченов был С вид шахтной площадки Судья не назначил фенальти А все могло бы Повернуться В обратную сторону Вот сейчас Он принципиален Я имею ввиду Держа Мументалера Наказывает Желтой карточкой На ваших кранах Был Коя На самом деле Это тут Палил 22 номер Это Дитье Доми Он и получил Желтую карточку А это Бенуа Коя На ваших кранах Итак Желтая карточка Дитье Доми Югович Навешивает Опять подключается Чиро Феррару Второй номер Вот он Подключается К атаке Опытнейший защитник 9 сезонов Вообще он Неполитанец 9 сезонов Сыграл в Наполе В том числе Играл вместе с Марадоной Пытался Один из тех Футболистов Коя активно Пытался уговорить Марадону Бросить кокаин Но сделать ему Это не удалось Вот третий сезон 30-летний Чиро Феррара Игрок сборной Италии Проводит В Ювентусе Тем временем Атакуют Французы Даниэль Кеннеди Подача на Одинцев номера Локо Слишком сильно Мяч в руках У Анджело Перуста И Дитье Доми Вот Показывает нам Режиссер трансляции Что именно Он получил Первое предупреждение В сегодняшнем матче Из-за предупреждения В матче Во Франции В Париже Не играет сегодня Дидье Дешам Полузащитник Ювентуса Это было у него Очередное предупреждение И он дисквалифицирован Сегодня не играет Поминаю Что в том же матче Был удален Защитник Борис Энджермен Лоран Фурнье Был удален И естественно Сегодня этот матч Тоже пропускает Но есть и другие Потери В том и другом клубе О них чуть позже Когда закончился Этот момент Итак Доричелли В очередной раз Подключился Навестил на Дель Пьера Дель Пьера пытался Головой Спросить мяч Юговичу На ваших экранах Дидан Был и с мячом Бернар Лама Итак дорогие друзья Мы продолжаем Прямую трансляцию Общественного Российского телевидения Из Сицилии С острова Сицилия Из города Палермо Где на стадионе Ла Фаворита Встречаются Итальянский Ювентус И французский Париж Энджермен Биноке прорывает По левому флангу В падении Побивает у него мяч Из-под ног Это был Анжело Деливио Седьмой номер Ювентус Очень активный полу Защитник вообще Работяга Такой мотор команды Даже называют В аниматором Команды здесь А рабочей лошадкой Вот рабочая лошадка Седьмой номер Ювентуса Хорошо Квадавана Переправил мяч На Александра Дель Пьеру Тут уже Эти нарушения Такое-то смешное Все полят и полят Против Александра Дель Пьеру А тем временем Песосов Ходит в штрафную Простреливал Так в направлении Юговича Вот посмотрите Красивый Дель Пьеру Технично Ну и смотрите Как опасно Играет Против него 17 номер Джимми Альжирино Правый защитник В СЖ Югович Рай в подкате Выбивает мяч Должен сказать Что пока не очень Заметен Леонардо Но вот сейчас он получил мяч Пас на Локо Локо Будет обводить Нет Не тут-то было Не тут-то было Очень хорошо действует Уругвайский защитник В составе Ювентуса Паоло Бонтеро Не позволил сейчас Обыграть себя Патрису Локо А это еще один игрок Обороны Ювентуса Морено Торичелли 27-летний футболист Начал играть За Ювентус В сезоне 92-93-го Годов И Анжело Перуцци Он в Ювентусе Сезон 91-92-го Годов До этого играл В Роме В Вероне Ну помните был скандал В 90-м году Когда он не прошел До 50 лет Был дисквалифицирован Как потом выяснил Виноват в этом Таблетке Которую он Принимал Для похудания Ну в данный момент Рот Анжело Перуцци 181-м И вес 88-м Килограмм Это для справки Поскольку речь Зашла о похудании Тем временем Югович Отдает налево На Падавана Падавана Будет обыгрывать Нет Решил не обыгрывать Джимми Алжирино Так сместился влево И пробил поворотом Претензии У партнеров Микелия Падавана Он пытается им Как-то на пальцах Что-то объяснить Бернар Лама Сильно вводит мяч Снова Монтеро Четвертый номер Головой Хорошо сыграл Югович Отдал на Писоту Писоту вернул Юговичу И тот На Токенарди А речь все-таки Нарди 21 год ему Вот он сейчас с мячом Игрок молодежной сборной Италии Единственный из Ювентуса Кто включен В состав молодежной сборной Который естественно Тоже отправляется в Англию Матчу основных команд Подборочных турниров Чемпионата мира Будет путешествовать И матч молодежных А вот 26-летний Паоло Монтеро Четвертый номер Леонардо Один из двух бразильцев В составе Парис Анжермен Он и Раи Ну и бразилец-тренер Рикардо Гомеш 32-летний тренер Который играл Защитник Играл за Парис Анжермен Угловой удар Поворот Ювентуса Девушки 7-летний Полузащитник Барис Анжермен Бразилец Леонардо Будет подавать Угловой Здесь перед ним Деливио Подача Леонардо Там Кеннеди Подключался в атаку И пытался То ли нанести удар То ли пробросить Мяч дальше В штрафную площадку Но Куэ делает пас На левый фланг И подача За ворота Нет Мяч не ушел Александр Дель Пьеро Какой диапазон Действия этого футболиста Его диапазон Действия Это все поле Джан Лука 500 В очередной раз Подключается в атаку С левого фланга Возвращается назад Югович Видите Когда Христоска Выходит Защитник вперед По левому флангу Его сразу здесь Шрахует Владимир Югович 18-й номер Дель Пьеро Получает один Очередной Такой удар По ногам Но он на такие Мелкие удары С очки уже не обращает Внимания Пас на Дидан А Дидан переправляет Мяч на Торичелли Торичелли По правому флангу Справа Деливио Именно ему и следует Передача Деливио Никак не может подать Кеннеди мешает ему Подталкивает Деливио доходит До линии Центральной линии Поля И вот Торичелли Обратите на Кеннерди Пас Вперед Как техничный Очень опасно Сыграл Поле Гуэн Шестой номер Центральный защитник Фарис Энджермен Обратите его внимание Шестой номер партнера Зовут его Беккенбауэр Поле Гуэн Шестой номер 32-летний защитник Феррара В очередной раз Идет вперед Как активны в атаке Защитники Ювентуса Беликолепный пас На Юговича Югович дал На Падавана И вот уже Дель Пьера на этот раз Не смог Как следует Обработать мяч Беликолепный пас И сказать о запасных Составе И той и другой Команды А сейчас Мячом Бернар Лама И так в запасе Уже Беликолепный пас Беликолепный пас Беликолепный пас Беликолепный пас Беликолепный пас Беликолепный пас Как много раз Спасал команду Как спасал команду Беликолепный пас В частности В финальном матче Лиги чемпионов Саяк Помните Тогда Перу Сепарировал Два послематчевых Одинсантиметровых А как играл В ходе самой встречи И вот Я начал говорить О разных причинах Почему матч Не проводится В Турине Еще одна причина Смешается в том Что Ювентус Недоволен Своим стадионом Селли Альфи В Турине Ну что Нам режиссер Намекает на то Что все-таки Локо был в положении Вне игры Не знаю В любом случае Я знаю одно Что великолепен Был Анжело Перуцци Так вот Недовольные футболисты И руководство Ювентуса Своим стадионом Делли Альфи Смешным стадионом Который стоил Его постройка Стоила 120 миллионов долларов Стадион Строился С чемпионатом мира 90-го года Очень дорогая аренда Этого стадиона Для Ювентуса Ювентусу объясняют Что содержание Стадиона Стоит 5 миллионов Долларов в год Поэтому такая Высокая арендная плата В общем Ювентус недоволен И еще футболисты Говорят Что здесь нет Той самой Футбольной атмосферы Такой интимной Футбольной атмосферы Кстати Мэр Туринова Вообще Даже предложил Сравнять С землей Стадион Дель-Альпи Закончу эту тему Что Дель-Альпи Алисандро Дель-Фьеру Юговича Отверженно играет Куэс Левого фланга Подключил В атаку Кеннеди Очень хорошо Так за спиной Деливио Кеннеди Подает Немножко Сильно Догонит И мяч Да Догоняет Мяч Бразилица Леонардо Леонардо Отдается И гусатичник Некураи Ден Сангерен Сюда в центр Альфиринова Сучился Вот Получает Мяч Раи Раи Знаешь Какая Техника У этого Футболиста Высокий Великолепный Пас И уже Коя Получил Мяч От Дель-И Вальдетта Четко Плашко Показал Сейчас Смотрите Еще раз Эпизод Да Явное Положение Вне игры О чем Сигнализировал Главному Арбитру Сержему Венталеру Его помощник Один из Лучших Царских Судей На линии Вот на этот раз Хорошо играет Фадавана Обыграл Хорошо Не очень Четкая Подача На Деливио В этом случае Смог Эту передачу Перехватить Центральный Защитник Французов Кирай С мячом Герен На Локо Локо Вынужден отходить Назад Очень активно Его Атаковал Югович И вот уже Альжирино Назад На Легуэна Олегуэн Шестой номер Вот его номер Зазывают Бекенбауэн Бекенбауэн Так Не ошибался Вот снова Легуэн Смячом Герен Рай Смячает Саричелли Но к нему Какие бывают претензии Только иногда Его обвиняют В нестабильности Вот смотрите Еще раз Еще раз Позволю тебе даже В этот момент Маленькую критику Дельфьеру Потому что Это единственное В чем критикуют его О нем говорят Что он бывает Великолепен Под Рождество И никуда не годен На Пасху То есть Бывает нестабилен Но это все Это единственный Недостаток Но может быть Еще Не так блестяще Играет Головой Как с другими Частями тела А так Это великолепный Футболист И смотрите Снова Очень хорошо Играет Братарь Анжело Берутся Головой И выбил мяч Прямо Из-под носа Бегущего На него Рай Да 1-0 Ведет Квенту Ну что ж Общий счет 7-1 Ну что конечно Ни у кого нет Сомнение в том Что Обладателем Суперкубка Станет Ювентус Но еще раз Приведу слова Тренера ПСЖ Рикардо Сегодня На карту Поставлен Вести Французского футбола И я уверен Что ПСЖ Сделает все Чтобы отыграться В этой ситуации И выиграть Этот матч Хотя Очень сложно Бороться С Ювентусом Даже вот При таком Удачном Для Ювентуса Раскладе Казалось бы Можно было Расслабиться Но ему не дает Ему я имею ввиду Ювентус Дает это сделать Вот эта Зрительская аудитория Потрясающая Зрительская аудитория На стадионе В городе Палермо Заполненной Трибуной Которой Зрители Начали собираться Здесь до 2 часа До начала матча И потом Постепенно Когда на поле Стали появляться Футболисты Ювентуса Каждого Встречали Громкой Овации Гребом Аплодисментов Великолепный Удар Леонардо Мяч попадает В крестовину Скатится Скачет По линии Ворот Но Ворота Не попадает И Леонардо Так взывает К богам Отличная Комбинация Великолепный Удар Грома Аплодисментов Встречали Выход на поле Футболистов Ювентуса Зрители Ну а сейчас Они тоже Удят Может быть Оценивая Великолепные действия Футболистов Футболистов Легуэна Спас Падавана Падавана Подача Падавана Обыграл Дидье Доми И снова Неудачно Действовал Уже в последней Фазе Этой атаки Но продолжает Сыграть Ювентус Правда На этот раз Нарушил Правила Это был По-моему Дидьм Кидан А вот Смотрите Какой удар Сейчас был Локов Подавал И Леонардо Принял Засмяч Технично Пробросил Умимый Деливио Попал В крестовину Очень Обидный Момент Для французов И для их Бразильцев Полузащитника Леонардо Но я начал Говорить Уже Про обидные Моменты В карьере Леонардо Это вот то удаление На чемпионате мира 94-го года Когда он нанес Старлок Тем Футболисту Американскому Рамосу Был удален С поля И в итоге Не стал Бездой Этого чемпионата Хотя его Партнеры По команде По сборной Бразилии Завоевали Титул Лучшей команды Мира Подавана И уже Смячом Торичели Автор Голевого паса Отстает на Феррару И снова Подавана Назад Торичели Дидан Дидан Против него 22-й номер Дидье Доби Выбил мяч Ваут Зимный Муряно Торичели Снова Искал Мячом Страфной Александр Дельфьера Но на этот раз Попал Защитника Луко Патрис Луко Неточный пас Торичели его соотечественника на Леонардо. ПСЖ выписал его из Японии. Играл в последнее время Леонардо в Японии. Там получил тяжелую травму. И сейчас травма присутствует. Но, тем не менее, тренер выпустил на поле Леонардо. В положении вне игры оказался правый защитник. Вот Джимми Альджирино. Правый защитник ПСЖ пришел в атаку и оказался в положении вне игры. Олесио Токенарди. 21 год этому полу-защитнику. Напоминаю, игрок молодежной сборной. А вот игрок основной сборной. Главный сборной Италии Деливио. Отдает назад на Морено Торричелли. Террара. Тоже игрок сборной. А это уже уругвает Пауло Монтеро. Монтеро пропустил первую игру в Париже. Кстати, в последнем матче в Итальянской лиге Монтеро уругвает был удален в поле. И с трудом Галери свел сыграл в ничью Ювенцов 0-0. Идя показывает, что было нарушение правил по стороне Итальянцев. Итальянцев. Рай готов пробить штрафной удар. Ахчелло Липи в очередной раз на нашем экране. Я говорил, что он играл в Сандори в 70-е годы, в начале 80-х. В 70-е и в начале 80-х он играл. Прогнал 239 игр, забил 7 мячей. Потом тренировал в Сандори Аталанту Наполи с июля 94-го года в Ювентусе. Штрафной удар Болли Гуэнс. Шестой номер пробил. И овации. Ну, после того, что сделал в начале матча Анжело Перуцци, вратарь Ювентуса, каждый раз, когда мяч попадает ему в руки, это встречают овации 40-тысячные трибуны стадиона Ла Фаворита в городе Палермо. Дидан отыгрывает направо на Деливио. Деливио нет, на этот раз ошибся. И вот уже Деливальдес, девятый номер, который немножко сбавил свою активность в сравнении с тем, что было в самом начале игры. Судья показывает, что было нарушение правил со стороны Феррары и Торичелли. Вот вдвоем они так же затолкали девятку Бориса Анжермен и Деливальдеса. Вот судья посчитал, что была блокировка Это спаривает решение арбитера Чиро Ферраро. Ферраро, но непреклонен Серж Мументалер. Он считает, что было нарушение против Панамского нападающего Бориса Анжермен Кулио Фезаро Деливальдеса. Леонардо и Рай и рядом здесь Пенуа Куэ. Кто будет бить? Побежал вперед восьмой номер Венсан Герем стал стенку рядом с футболистами Ювентуса. Откатывает мяч. Рай бьет. Снова вспышки фотокамер на трибуне за воротами. Куэ с мячом. В очередной раз подключается Кеннеди. Куэ пытается сделать ему передачу, но приходится отдать мяч назад. Поль Леген. Рай. Ему мешает Кеннеди. Альджерено теряет мяч. И потеря уже со стороны Олести Кеннеди. Югович. Постучается в атаку Пауло Монтеро ругвает. Направо на Деливио. Деливио и Дель Пьеро два самых маленьких футболиста в составе Ювентуса. Как я уже сказал, их рост метр 7-3 сантиметра и того и другого. А вот Тори Чили на этот раз не делает передачу, а ждет поворотом. И снова овации трибун. Боряна Тори Чили на ваших экранах. Чемпионат Италии Ювентус идет сейчас на первом месте. 37 очков, 10 побед, 7 ничьи из всего два поражения. Ну а тем временем Серж Мументаллер дает свисток. Перев 1-0 Ювентус выигрывает ответный матч Суперкубка Европы у Пари Сен-Джермен. Общественное российское телевидение продолжает прямой репортаж из итальянского города Палермо. Ответный матч Суперкубка Европы между итальянским Ювентусом и французским Пари Сен-Джермен. После первого тайма счет 1-0 в пользу Ювентуса. На 36-й минуте великолепный пас сделал защитник итальянцев Марена Торичелли. Александр Дель Пьеро оказался совершенно один в штрафной площадке французов и, повторяю, это было на 36-й минуте поразил угол ворот французского голкипера Бернара Лама. На ваших экранах выходит на поле Ювентус. Они сегодня хозяева поля, хотя матч проходит не в Турине. Это Конте сейчас на ваших экранах, хотя матч проходит не в Турине, а на Сицилии. Вы видели на экране сейчас Антонио Конте. Это одна из пасей Ювентуса, которая, впрочем, не мешает команде показывать великолепную игру. Вы знаете, что траппирован Ален Бокшич, вот Антонио Конте. Но есть за пасе у Ювентуса великолепные футболисты, поэтому потеря одного, двух, трех игроков на действиях команды не сказывается. Но что уж и говорить, если говорить о потере Ювентус, так сказать, глобального характера, то ушел Виали, который сейчас играет в Челси, ушел Раванелли в Мидлс про, Роберто Баджо в свое время сейчас играет за Милан, Паулу Суза, португалец, ушел в Дорфинскую Боруссию. И тем не менее команда не только существует, но и показывает великолепный футбол. Приобретены на все эти места не менее хорошие игроки, игроки великолепные мирового класса. И с великолепными результатами Ювентус вступает в свое кстати столетие. Да, Ювентус ровесник нашего футбола. Мы будем отличать столетие отечественного футбола в этом году. И вот Ювентус был основан ровно сто лет назад. Но сразу для сравнения скажу, что если Ювентус старая сеньора, как его называют, то ПСЖ, скажем так, юная модемодель, ПСЖ основан 24 года назад только в 1973 году. В первом тайме, судя по статистике, центральное преимущество было у ПСЖ. Во всяком случае, судя по данным о контроле мяча, контролировал мяч французский клуб 52% времени и 48% Ювентус. Тем не менее, счет 1-0 в пользу итальянцев. Но не знаю, может быть, в начале было преимущество чисто визуально у итальянцев. В конце тайма довольно опасные моменты были и у ворот Анжело Перуси. Достаточно вспомнить опаснейший удар бродильца Леонардо, который пришелся в крестовину. Давайте посмотрим, есть ли замены той и другой команде. На первый взгляд нет, но сейчас мы разберемся более внимательно. год назад уругвайский защитник Монтеро отдает мяч Перуси и Перуси сильно выбивает мяч в поле. Ну, вот характерная черта европейских команд не боятся отдавать мяч назад Галкиперу. Все воротари очень хорошо, и в том числе Перуси, очень хорошо играют ногами. Но это в итальянском футболе, в французском, а в английском футболе и вы смотрите иногда трансляции матча английского чемпионата. Вы видите, что там постоянно выходят вперед английские вартари и играют ногами. И ничего в этом страшного нет, им спокойно защитники адресуют мяч назад. Судья Серж Мументаллер из Швейцарии показал сейчас, что в этом игровом моменте рукой сыграл Александро Дель Пьеро. Именно против Дель Пьеро были нарушены правила в первом тайме. Нарушил правила Дидье Доми. 22 номер защитник Борис Энджон Менза что? Доми получил единственный в этом матче горчичник. Единственное предупреждение. Вот красивая передача Бенуаке сделал на бразильского полу защитника. Рай возвращал назад Куэ. Куэ так довольно резко отковал Деливио. Сложа подача на Локо. Локо принимает грудью. Мяч штрафной сбрасывал на Леонардо. И точно справа фланга Джимми Альжирино защитник ПСЖ. Но здесь хозяин на Евратарской площадке Анджело Перуцци. Да вот единственный мяч забитый в первом тайме на 36-й минуте. вот очередной опасный момент у ворот Держи Лома неосторожно действовал сейчас защитник ПСЖ Полли Гуэн и мог Александр Дель Пьера второй раз в этом матче поразить ворота французов. Очень опасен он. Мне кажется сегодня он лучший в составе Ювентуса. Куэ переводил мяч на Леонардо. Он в составе ПСЖ очень старается бразилец 27-летний бразилец Леонардо это Чиро Феррара был на ваших экранах. Очень старается Леонардо и вот один раз ему страшно не повезло когда мяч после его красивого удара попал в крестовину. Отыгрывает назад Олефио Токенарди и вот уже Монтеро 500-100 вперед идет Дин-1 Дидан тоже один из лучших футболистов Ювентуса. Сейчас Дидан будет спрашивать аут. Ну получает мяч Аспадавана Дельфьера против него двадцатый номер Дидье Доми на этот раз сыграл удачно а так не справляется с опек Александр Дельфьера но вы знаете Дидье Доми двадцатый номер вот того самого который получил золотую карту в первом тайме всего 18 лет очень мало опыта Борисов Джермен вынужден ставить на матч неопытных футболистов неопытных защитников травмированы сразу три ведущих игрока этой команды а вот защита Ювентуса играет очень надежно это совсем четко Анжело Перуц выбил мяч и штрафной Локо против него Монтеро жесткий энергичный уругвайц Паоло Монтеро безжалобный защитник так сейчас его называют играл в уругвайский Пеньероль 92-го года играл в Аталанте и вот сейчас перед началом этого сезона попал в Ювентус 25 лет ему Паоло Монтеро Перуц вводит мяч в игру так вот травмированы сразу три ведущих защитника вернее Лоран Фурнген играет потому что он дискалипитированный был удален с первым матчей и подверглений квалификации а вот два других защитника пропускают матч из-за травм это Бруно Ангости центральный защитник забил рапиду решающий гол победным для ПСЖ матчей за Кубок Кубков серьезный травм выбыл он месяц на два говорят и 29-летний Ален Рош защитник сборной Франции тоже травмирован матч чемпионата Франции недавним выходил на поле но был вынужден с поле покинуть опять через то же травмы правда про Алена Роша говорят что он собрал поупадить в испанске депортиво руководство Ювентуса пока опровергает руководство Борисон Жермен пока опровергает генн и геннад геннад Это дает мяч назад Бернар Лома. Бернар Лома активный член организации, знаете, такая есть ассоциация профессиональных футболистов. Эта организация создана Марадоной и Эриком Кантана. И вот очень активно активную часть принимает в этой ассоциации и Бернар Лома. Сейчас он сначала хотел выйти вперед, но потом видел, что мяч слишком далеко от него и вернулся от ворота. Джиндин Дидан. Красивая техника и какой напор. Нет. Отстановил его шестой номер по Легоен задний защитник Борис Анжермен. За свечом Луко. Луко отобрали мяч вдвоем. Монтеро и Петтосто. Руцци на ваших экранах сейчас Марчелло Лиффи, тренер Ювентуса. В втором тайме я... В первом тайме, простите, я говорил в конце, что Ювентус людирует в чемпионате Италии. Но вообще дела у Ювентуса складываются как нельзя хорошо. В прошлом сезоне и этот сезон начали очень удачно. Великолепный пас Юговича на Александру Дель Пьеро. Тот, который через второй раз обыгрывает Доми. Нет, в последний момент Доми останавливает Дель Пьеро. Судья Сержа Менталер показывает, что это был чистый подсказ. Дрители недовольны. Так или иначе, этот эпизод удара по воротам не закончился. А как хорошо Югович вывел на удар Дель Пьеро. И смотрите, как разобрался Дель Пьеро и Дие Доми. Вот что, было ли нарушение. Смотрим очень внимательно. Трудно сказать, на моем маленьком мониторе, может быть, для тех из вас, у кого большие телевизоры, ситуация эта яснее. Леонардо по левому флангу. Подача. И дабы не рисковать, Пауло Монтеро выбивает мяч на угловой. И его благодарит за это вот Пауло Монтеро, уругвайский защитник. Его поблагодарил вот за такие действия сейчас Анжело Перуцте. Главой удар Леонардо идет подавать. Вольный художник, его называют Борис Энжермен. Кстати, лучший игрок первой половины сезона во Франции. Подача. Перуцте задел этот мяч. Я говорил о том, что у Ювентуса все складывает. Вот Анжело Перуцте на ваших экранах. Говорил, что все у Ювентуса очень хорошо складывается в последнее время. Но победа в Лиге Чемпионов. Лидерство в чемпионате Италии. Выиграл Ювентус в мешкотинентальный кубок. Ну и, скажем так, очень близок к победе в Суперкубке. Просто в свое второе столетие, второй век своей истории, Гвентус вступает в клубок победителя. Включился к атаке Поль Легуэн. Отдает назад. Вот его место занял Александр Герен. Но и он идет вперед. Пас на левый план на Леонардо. Что будет? Угловой удар? Да, угловой. Там защитник Сальянска, или это полузащитник Деливио, показывал. Вот еще раз этот эпизод. Простите. Вот и был ли нарушение. Мне кажется, что нарушения не было. И, во-первых, сыграл в мяч Сихье Думи. А потом и сам Де Фьерро как-то споткнулся в самый последний момент. И вот уже третий почти подряд угловой у ворот Ювентуса. Встречели на ваших экранах защитник итальянцев. Подавать будет Леонардо. Вот и трехкратный чемпион Италии Ювентус. Леонардо подает. Включен к атаке Альжирино. И вот так навешивал. По-моему, это был, да, это был Дидье Думи. Неудачно навешивал мяч на штрафную. Ой, чуть было не отскочил мяч. Опять же, не согласованно действовали защитники Бориса Джермен. И тут караулят, караулят все. Так их ошибки подкарауливает Александр Дельфьерро. Он не мог его окончать, но он выдвинулся на стрие атаки итальянского клуба. Команды взамен пока не произвели. Напомню, что в запасе у Ювентуса вратарь Ниглянджело Рамкула. И болевые игроки Ри, Ломбардо, Юлиано и Диери. Клауди Грорукой показывает. Бестанский орбитер Керш Мументаля. Запасе у Парис-Сан-Жермен. Вратарь Сан-Сан-Сернандес. Вот видят эпизод еще раз. И болевые игроки Джером Леруа, Бернар Аулу, Ромео Календа и Кирилл Пуже. Куда-то вся миха, что пошли в Парис-Сан-Жермен. Бернар Лома. Герен будет пас налево. Да, здесь Кеннеди сумеет обыграть Деливио. Будет Кеннеди вбрат в отяло. Деливальде. Повторяю, он очень активно вот этот... Нападающий Фуан Кулио-Сезар Деливальде с Панамки нападающий Борис-Сан-Жермен очень активно начал встречу. Но потом как-то снизали его по рукам и ногам великолепные защитники Ювентуса. Настолько же сбалансирована эта команда во всех линиях. Просто поразительно. Ну, я сказал о потерях, скажем так, о тех клубболистах, которые за последнее время потерял Ювентус. Но, конечно, нужно в этой среде сказать и о потере в Парис-Сан-Жермен. Трансутский клуб. Ему пришлось расстаться с таким клубболистом, как Юрий Джорджаев. Джорджаев ушел в Индон. Потеряли они ведущего полузащитника Даниэля Парабо, который перешел в Фарму. Ну, а раньше, конечно, вы помните, что Джордж Веа, который сейчас играет в Милане, он же ведь был тоже в Парис-Сан-Жермене. Это Риджин-Ала, издание Касла. Все это бывшие клубболисты Парис-Сан-Жермен. Особенно трудно, конечно, найти замену Веа. Но вот один из претендентов на роль Веа в составе ФСЖ вот сейчас стремился к воротам с Ювентуса. Это по 3-му. По 11-й номер. Но не получилось. Самый нарушил правила в борьбе с защитником. Общественное российское телевидение ведет прямой репортаж из силийского города Палермо со стадиона «Ля Фаворита». В ответном матче Суперкубка Европы итальянский Ювентус выигрывает у французского Парис-Сан-Жермен 1-0. Благодаря голу, который на 66-й минуте забил Александро Дельфьеро. Напомню, что первый матч в Париже закончился победой в Ювентусе со счетом 6-1. И очень хотели, и по-прежнему очень хотят сегодня взять реванш с любым счетом футболисты Франции. Но, к сожалению, для них, для их тренера Рикардо Гомеша, пока не все для них складывается хорошо. В Чиколаде Франции Пассажир идет на втором месте. 45 очков. Уступают они 7 очков футболистам «Монако», которые лидируют. В последнем матче играли дома Каннам, командой, занимающей 13-й место. Сыграли 1-1. И, кстати, гол забил Серил уже. Новобранец Фарис-Сан-Жермен. Он открыл счет в том матче. Сегодня он комитет и последний. Но, может быть, в какой-то момент Рикардо выпустит его на поле. Сегодня не очень убедительно действует пара нападающих. Девятый номер Дели Вальдес. И по три Словко один номер. Пара нападающих в паре Сан-Жермен. Райпас Леонардо. Леонардо идет вперед. Вот, может, хорошая атака получится. Рядом Дели Вальдес. Леонардо сбивают с ног. Предупреждения нет. Быстро разыграли французы. Куэ отдаёт назад на Кеннеди. Даниэль Кеннеди бьёт. Но разве это удар? Ирус. Вот, смотрите, прорыв Леонардо. Бил его Монтеро. Я думаю, что можно было дать желтую карточку. За это нарушение. Кстати, я вспоминал первый матч в Париже. И мой коллега Андрей Голованов представил вам все интересные моменты той встречи. Нужно еще только отметить, что тот матч судил наш арбитр из Санкт-Петербурга Николай Левников. И его судейство я бы признал близким к идеальному. Держ моментально сегодня тоже неплохо. Может быть, совершает такие вот мелкие ошибки. Но в целом судит тоже хорошо. Бориан Атаричелли перехватил. Именно он дал голевой пат на 36-й минуте первого тайма Александру Дельфьера. И Александру Дельфьера поразил ворота Бориса Анжермен. 1-0 в пользу Ювентуса. Прямая трансляция на канале ОРТ. Прямая трансляция с острова Чесилия. И та и другая команда продолжают участвовать в Еврокубке. Напомню, что Ювентус в Лиге Чемпионов вышел в четверть финале на норвежский Русенборг. В случае победы встретятся с победителем пары Аяк с Атлетико Мадрид. Очень хороший на Дали Вальдеса сделал пас рай. Дали Вальдес вместо того, чтобы идти дальше, откинул мяч на Леонардо. И этот эпизод ничем не кончился. А может быть стоило панамскому форварду идти дальше и наносить удар поворотом. И Ливия уже начинает атаку Ювентуса. Пас на Падавана. Прервал Полли Гуэн. И получил он же мяч его спину. Ахуэй идет дальше на правый фланг. На Леонардо. Французы играют в Кубке Кубков. Тоже зашли до четверть финала. И попали на греческий Аек. Дэнтан Герен. Друг сборной Франции. Леонардо. Друг сборной Бразилии. Мы видели его в Москве в матче Россия-Бразилия. Товарищеском. И вот сейчас будет финальти. Да, Перуцци сбивает с этой штрафной площадки ворвавшегося в нее фанамского форварда Дели Вальдеса. И Серж Мументалер назначает 11-метровый. Никаких сомнений. Перуцци недоволен. Что, я нарушил правила? Спрашивает он. А нарушение это было? Сейчас мы увидим повтор. Вот он, нападающий, 29-летний нападающий Барис Энджермен. Смотрите, бросается Перуцци. Он не затягивается до мяча. И умышленно или неумышленно цепляет за ногу Дели Вальдеса. Напомню, что единственный мяч в Париже. Единственный ответный мяч ворота итальянцев. В финальте забил Бразилия Срай. Он снова на 11-метровой отметке. Против него Анджело Перуцци. Рай разбегается. Удар. Перуцци едва не дотягивается до мяча. Но едва не считается. 1-1 в матче Ювентус-Пари Серж Мэн на стадионе Ла Фаворита. Перуцци расстроен. Но что делать? Не дал себя обмануть он Бразильскому полузащитнику. Чуть-чуть не дотянулся. Мяч прошел под рукой. Вот смотрите еще раз. Рядом с рукой Перуцци прошел мяч. Совсем рядом. 1-1. Так, на гол Дель Пьеро. Полиция Пари Сен-Жермен. На 19-й минуте второго тайма ответили точным ударом на его капитана. Бразилиц Рай поразил ворота с 11-метрового удара. Но Ювентус не думает расстраиваться. Не та ситуация. И вперед уже идет Перичелли. Против него нарушает правила Даниэль Геннеди. Геннеди показывает, что то ли, что ничего не было, то ли призывает арбитра не давать ему желтую карточку. Но так, кстати, в случае вот сейчас выясняет отношение Микеле Падавана. Нет, с защитником. Моряна Тричелли. Такой же длинноволопный, как и Микеле Падавана. Тричелли прорывался по краю и его остановил подножкой Даниэль Геннеди. Дидан, Диндин Дидан будет бить штрафной. И прервал эту передачу. Очень старается Патрис Локо. Завтра ему исполняется 27 лет. Нападающему Борис Энджермен. Ну, хотелось бы пожелать ему отметить день рождения с набитым мячом. Пока не получается. Ну, впрочем, уже можно сказать, что чего-то добилась эта слятка нападающих Дали Вальдес по три слоу. Они заработали, а конкретно Дали Вальдес заработал пенальти. Что позволило французам сравнять счет. Но практически во все остальные моменты встречи очень хорошо противодействуют полузащитникам и нападающим французам. Четко, хорошо колоченная защита итальянского Ювентуса. Я вижу, что в составе Юве готовится замена. Да, сейчас на поле выйдет Виери. Кристиан Виери, 23-летний нападающий. А тем более, тем временем продолжается атака. Дидан не затягивается до мяча. Вот он, один-один, Дидан. Это тоже звезда Ювентуса. Вы знаете, Роберто Бетега, знаменитый в прошлом форвард Ювентуса. И сейчас вице-президент включил Дидана в символическую сборную Ювентуса всех времен. Можете себе представить Дидана, который, так сказать, без году недели играет в Ювентусе только с начала этого сезона. А вот вы видите то, что, в общем-то, я предрекал в первом тайме. Микеле Падавану. У него не очень сегодня получалось в атаке. Вместо него на поле двойную замену производит тренер Ювентуса. Итак, вместо Падавану на поле выходит Криттиан Вьери, 15-й номер. И еще одна замена вместо Олесио Токенарди, 20-го номера, на поле появляется Асильо Лопардо. Деливио. Подача. И высокий прыжок. Это вышедший на замену Криттиан Вьери. Итак, повторяю, двойная замена в составе Ювентуса. 15-й номер нападающий Криттиан Вьери. И полузащитник, 19-й номер, Асильо Ломбардо. Выше на поле. А ушли с поля 11-й номер нападающий Микеле Падавану. И 20-й Олесио Токенарди, полузащитник Ювентуса Ломбардо. Играет Дель Пьера. Падель Пьера неточный, но в этом виноват защитник французов Поле Гуэн. Именно он нарушил правила против Дель Пьера. Вот, смотрите, он еще сзади Менсан Герен так рукой придерживал нападающего итальянца. Итак, у Мичазина Дингидан. Вот Роберто Беттега, повторяю, включил его в символическую сборную. Можете представить? Наряду с Зохом, Латини, Роси. Кстати, единственный из ныне играющих за Ювентусом футболистов. Пошел в эту сборную. В этот вариант сборной всех звезд Ювентуса, поставленной Роберто Беттегой. Дель Пьера бьет. Пытались обмануть защитников и вратаря французов Дель Пьера и Дидан. Дидан показывал, что он будет откидывать мяч Алессандро Дель Пьера. Но Дель Пьера пробил по неподвижному мячу. Пока не удаются Дель Пьеру штрафные удары. А вот удар с игры, которым он забил. Гол был очень хорош. Ошибка. Как оживают защитники. Великолепен Дель Пьеру. Великолепный гол. Смотрите, очередная ошибка защитников Бариса Энджермена. Это Боль Легуэн. Шестой номер очень нечетко действовал. Сейчас вы увидите фастор. Но как в этом эпизоде сыграл Дель Пьеру? Вы смотрите, потеряв мяч, сейчас увидите, потеряв мяч, он не потерял веру в свой успех. И когда Легуэн не точно отыграл мяч вратарю, Дель Пьера оказался тут как тут. Он ударил. Лама спас команду. Но Дель Пьера неукрасимый. Он наносит удар головой и забивает мяч. Второй мяч в ворота французов. 2-1. Звезда итальянского футбола Алиссандро Дель Пьеру. Вот, смотрите, еще раз. Удар. Никто не может помешать. Фасивен рядом Дитье Доми, 22 номер. И супер активен Алиссандро Дель Пьеру. Удар головой. Мяч в детстве. 2-1 в пользу Ювентуса. И атака продолжается. Зидан. Пас на Виери. Рядом Ломбардо. Но Виери переводит мяч на Деливио. Очень хорошо от Деливио. Ему не успел помешать Джимми Алджерин. Но Деливио пытался принять мяч. Как говорится, подвела техника. Дорогие друзья, на острове Сицилии в городе Палермо продолжается ответный матч за суперкубок Европы между итальянским Ювентусом и французским Фарис Энжермен. 2-1 в пользу Ювентуса. Два точных удара Алиссандро Дель Пьеру. Французы ответили голым забитым в финальте. Это сделал бразилец Рай. И вот сейчас третью подряд замену произвел Марчелло Лиффи, тренер Ювентуса. Вместо великолепного сыгравшего в сегодняшнем матче защитника Борено Торичелли, третьего номера, на поле вышел пятый номер, тоже защитник, 28-летний Дерджио Пурини. Итак, Дерджио Пурини занял место на правом фланге обороны Ювентуса. Ну, скорее, может быть, немножко по-другому сейчас расставил своих защитников Марчелло Лиффи. Во всяком случае, мы видим, что сейчас Дерджио Пурини в центре обороны. Налево сместился Пауло Монтеро. Справа сейчас Джан-Лука Песоси и в центре рядом Борини Чиро Ферраро. Вот такая расстановка в защите Ювентуса. Но посмотрим только в данном эпизоде или вот так перегруппировал свою защиту в результате этой замены тренер Марчелло Лиффи. А вперед идет Ломбардо. Он удачно вышел на замену в Париже, забил мяч. Дели Вальдет с мячом. Хорошо выигрывает Монтеро. И личный футболист. Смотрите, какая техника. Но в итоге Аут. Аут будет сбрасывать защитник Джимми Альжерино. На ваших экранах девятый номер Дели Вальдет. Именно за снос этого футболиста штрафной площадки был назначен пенальти, который реализовал рай Александру Дель Пьеро. Дели Вальдет. Дели Вальдет. Французский легионер Ювентуса и фразильский легионер Парис Энжермен. Мяч попадает Дитье Доми и уходит на угловой. Деливио будет разыгрывать, видимо, с Диданом. Дидан подача. Боя выбивает мяч из штрафной. Нет замену французов. Но что это значит, что тренер Рикардо или Рикардо Гомеш, но полное имя 32-30-летний тренер по сюжету болен своей командой. Конечно, французские болельщики хотели большего от сегодняшнего матча. Пока что 2-1 Ювентус ведет в счете. Да, дорогие друзья, Ювентус, как я уже сказал, этому клубу исполняется 100 лет. В этом году, итогом прошлого года, был признан лучшей командой мира. Так решила Международная Федерация футбольной истории и статистики. Парис Энжермен занимает в этом числе 10-е место. Наш во вкупе «Спартак» делит 19-е, 20-е место Миланом. Самим Миланом. Почетное соседство. И Ливио пас на Ломбардо. Прервал эту передачу Кеннеди. Но снова получается мяч от 500-то уже Ломбардо. Хорошо выигрывает Куэ. Куэ даже не может с нарушением правил ему помешать. Как хорошо Ломбардо прошел сначала Куэ, а потом Дидье Доми и нацелен на Биллу в дальнюю девятку. А вот вы видите, сейчас там седой человек. Вот вам показали. Перед этим в кадре был такой седой человек. Это Роберто Беттега. Тот самый знаменитый форвард Ювентуса. И сейчас вице-президент клуба. Может быть еще раз покажут операторы его. Это Марчелло Лиффи. Главный тренер Юве. И вот первая, первая замена. Посмотрим, кто здесь появился на поле в составе французов. Это Джером Леруа. Джером Леруа полузащитник. Он заменил Венсана Герена. 19 номер Джером Леруа вместо 8 номера Венсана Герена вышел на поле. Ну, посмотрим, что изменит это тактике французов. Принесет ли это им удачу. Пока что последний, так сказать, может быть, отрезок, 15-минутный отрезок игры преимущества на стороне Ювентуса. Вот первое касание было мяча Джеромом Леруа, но сыграл не точно и получил травму. Вы смотрите, как все неудачно получилось. Будет и сейчас повтор. В таком случае, 22-летний Джером Леруа, 19-й номер, Борис Ржермен, только что вышедший на замену. Лежит на газоне. Смотрите. Да, он падал и коленом. Итальянец попал ему прямо в глаз. А вот сейчас вы увидите, выезжает такая забавная машинка. Очень забавная медицинская машина, скорая помощь. Но забавная, если не учитывать, что сама причина, по которой машина выехала на поле, далеко не смешная. Может быть, серьезно повредил глав Джером Леруа. Не пришлось бы тренеру Рикарду сейчас сразу производить еще одну замену. Да, и, по-моему, замена сейчас будет произведена. В таком случае, я вижу, что помощник, вот видите, номер Джером Леруа. Ног. Разбили ног. Болезненная травма. И вот, вот и двухлетний полузащитник. Можете представить, первое же касание было. Не точно сыграл Джером Леруа. И ведь не было грубости стороны итальянцев. Просто он падал и наткнулся на коленку итальянского защитника. Чиро Феррара здесь не виноват ни в чем. 30-летний защитник Ювентуса. Замена. У французов на поле выходит 12-й номер полузащитник Бернар Аллу. Вот еще один темнокожий футболист в составе Бориса Анжермен. Он заменит семерку Леонардо. Ну что ж, Леонардо. Конечно, мы ждали большего от этого бразильского футболиста. Повторяю, мы видели его на чемпионате мира в Америке. Видели его в составе сборной Бразилии в товарищеском матче. Наши команды с российской сборной. Леонардо очень сильный футболист. Думаю, что если составлять сборную мира по итогам прошлого года, он вполне заслуживал бы место в этой сборной. И вот сегодня ему не повезло. Хороший очень удар на него перекладь, но в крестовину. Но, видимо, устал. Сказывает страх. Он по-прежнему травмирован. Я говорил, что он в Японии получил серьезную травму. И вот его заменил полузащитник Бернар Аллу. Ему 21 год. А вот вы видите медали, которые нагружают победители. И фридеры. Вот суперкубка. Они тут разложены рядом с главным призом. Перед началом матча запасной вратарь Микеланджело Рампола, запасной вратарь Ювентуса, здесь шутил со вслухшим персоналом стадиона. Он так картинно очень так подходил, подбирался к этому суперкубку и делал вид, что хочет его украсть. А полушутя служители стадиона очень так же как бы оттаскивали в шутку Микеланджело Рамполу от этого приза. Потом Рампола начал так тоже довольно картинно смотреть, не нанесена ли надпись Ювентус уже заранее на суперкуба. Ну что ж, Ювентус выиграл первый матч в Париже со счетом 6-1. И сейчас ведет в счете на своем поле на стадионе Ла Фаворита в городе Палермо. В присутствии 40 тысяч зрителей. Ведет в счете матч с Парисом Джермен 2-1. Два мяча сегодня на счету. Алиссандро Дельфьеро. Бразилиц Рай забил единственный мяч в финальте у Париса Джермен. Вы знаете, достаточно нервно, повторяю, снова и снова, достаточно нервно и неуверенно играют сегодня защитники французской команды. Виере. Пас на Деливио. Хорошо очень увидел Виере своего партнера, но передача была слишком сильной. Деливио на ваших экранах. Абернар Лама сейчас будет бить от ворот, бьет Рай с мячом. Деливио. 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 Джермен 19 номер на поле. И вот он с мячом. Ничего страшного не произошло. Бенуакуэ теряет мяч. Деливио. Назад на Порини. Порини играет с Юговичем. И Югович переводит на правый план. Жан-Лука Песотти здесь. Песотто. Жан-Лука Песотто отдает на Ломбардо. Песотто возвращает Ломбардо мяч к Песотто. Югович. Нет, не думайте, что Ювентус успокоился. Просто футболисты как бы вытягивают на себя игроков Бориса Жан-Лука тем, чтобы начать быструю атаку. Чтобы пружина разжалась. И можно было атаковать ворот. А вот, смотрите, Пауло Монтеро был в полной уверенности, что Деливио находится на своем обычном месте. Там на левом фланге ползащита. А Деливио неожиданно для Монтеро сделал рыбок по левому флангу сюда к углу штрафной площадки. Но Монтеро на это не рассчитывал. Тренер Борис Сен-Жермен Рикардо, который изменил на этом посту Суис Фернандеса. Суис Фернандес ушел в атлетик Бильбао сразу после победы Бориса Сен-Жермен в кубке кубков. Так вот, Рикардо ищет острого форварда для Бориса Сен-Жермен. Есть неплохие футболисты в атаке клуба, но все же достойной замены Джорджу Веа. И по организации игры, и по действиям штрафной площадки, конечно, французского клуба нет до сих пор. В какой-то момент очень рассчитывали на Рае, бразильского футболиста, он сейчас с мячом. Ну, конечно, он хорошо ведет игру, организует атаку, но, скажем, по действиям штрафной площадки. Он и даже близкого нельзя подставить Джорджу Веа. Это не мои слова, это говорил тренер Рикардо, или Рикардо Гомеш, если полностью называть его фамилию. Всего 32 года тренеру французу. И, как говорится, у него еще все впереди. Играл в клубе Fluminense в Бразилии с 83-м по 88-й год, потом в Бен-Сити до 91-го года. И играл в Пари Сен-Жермен с 91-го по 95-й. Сейчас тренирует этот клуб. Ну, вот операторы чаще показывают его визави итальянского Марчелло Лиффи. Может быть, мы увидим еще на экране и Рикардо. Тем временем аут сбрасывает Пауло Монтеро. Здесь углового флажка. Простал на Дидана. Не очень уверенно сейчас действует так Джимми Альдзерино. И в итоге мяч оказался у итальянцев. Это Чиро Феррара направо на Песотто. Его активно атаковал Дерри Вальдет. Вы смотрите, как технически сыграл Песотто. Через Дерри Вальдет и перебросил мяч. Так одним движением. Как-то правский форвард. Не как защитник. Смотрите, как в очередной раз несогласованно и как-то неуверенно действуют защитники. На этот раз Джимми Альдзерино. Ну, еще раз. Вот Ломбардо подает штрафную. Удары, казалось бы, все нормально. Никакой проблемы не должно быть у французских защитников. Тем не менее, мяч отскакивает. Как, извиняюсь, от столба от Джимми Альдзерино. И чуть было не влетает. У ворота французов. Ломбардо подает. На этот раз хорошо сыграли защитники. Пассажиры, это Кеннеди. О, как Монтеро увидел. Деливио, деливио. Переводил сюда на Виере. Все очень красиво. Такая прекрасная трехходовка. И деливио ошибся с передачей. Вот он на ваших экранах. А уже готов был замкнуть эту передачу, вышедший на замену 15 номер 23-летний Кристиан Гиери. Террара. Назад. Порини. Монтеро. Да, Порини занял здесь место в центре обороны. Итальянского клуба. Вот он. Сейчас разбрасывает мяч своим партнерам по обороне. То направо, то налево. Держо Порини. Нью-Венцик играет. В общем, Нью-Венцик играет с 94-го года. После четырех сезонов по таланте. А до этого был защитником Милана. Жёсткий, агрессивный защитник. Ему 28 лет. Югович налево. На Монтеро. Знаете, с выходом Биери отошел чуть в глубину Алистанда Дельфьера. И стал менее заметен, согласитесь. Ну, может быть, даёт себе возможность отдохнуть. Повторяю. Дельфьера и трое его партнёров по команде в понедельник отправляются в Лондон. Где Нуэмбли в среду пройдёт матч второй отборочной группы чемпионата мира между сборными Италии и Англии. Вместе с Дельфьеру отправляются в составе сборной в Англию. Фиро Феррара, Анджело Деливио и вратарь Анджело Перуссель. У нас состав сборной уже опубликован. И нет здесь по-прежнему ни Виалли, ни Роберто Паджо. И даже как бы о них и не вспоминают, обсуждаются другие моменты. Что новый тренер Чидары Мальдини не взял Манчини, а взял Пьезу. То есть уже совершенно другие фамилии фигурируют. А любимые нашими зрителями, я знаю, Виалли и Роберто Паджо даже не рассматриваются в качестве кандидатов. Можете представить, это после той игры, которую, скажем, Виалли продемонстрировал в составе Челси. В недавнем матче с Ливерпулем, когда он забил два мяча. Великолепный удар Виери! Ах, как Виери бил поворотом! Красивейший момент сегодняшнего матча. Но и великолепен, конечно, Бернар Лама. Посмотрите еще раз. Вот эта техника. Принял нагрузки с разворота, пробил Бернар Лама в отчаянном прыжке. Сначала выпустил мяч, но повторным, касанием повторным броском 33-летний вратарь французов этот мяч забрал. Бернар Лама, как я уже говорил, не только хороший вратарь, но и видный деятель французового движения, членом вот этой международной ассоциации профессиональных футболистов. Денибио пас на Дельфьера. Лама выходит. И на этот раз Лама явно ошибается. Явно ошибается. И добивается своего 23-летний Кристиан Диери. Опередив защитников и немножко нерасторопно действовавшего вратаря Бернара Лама. Смотрите, вот Лама пошел, остановился. А Биери нанес великолепный удар головой. Счет 3-1. 3-1. И страшно сказать, общий счет по сумме двух матчей. 9-2. Но тем временем французы делают замену. Уходит Хромая, уходит Патрис Локо. Вместо него на поле появляется Ромео Галенда. 18-й номер. Дорогие друзья, подходит к концу. Ответный матч за Супер Кубок Европы. Ювентус. Исальянский Ювентус на стадионе Ла Паворита. На острове Тиспилия в Палермо выигрывает со счетом 3-1 у парижского клуба Борис-Сен-Жермен. Вот Галенда выключил на замену. Врывается в штрафную. Вмять отскакивает Аллу. Аллу против него. Бесо, что подача нет. Очень четко действует Борини. И арбитр Мументалер фиксирует победу Ювентуса. Два мяча. Дельфьерро и Виери принесли Ювентусу победу над Париж-Сен-Жермен. Единственный мяч в составе которого забил Бразилию Трайд в финале. 3-1 выиграл Ювентус. И во второй раз в своей истории завоевал Суперкубок Европы. Прибавив этот трофей своей потрясающей коллекцией призов мирового футбола. 6-1 в первом матче в Париже. 3-1 в ответной встрече. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ